Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Все мы знаем, что рынки очень волатильные, текущие события, не буду говорить какие, так все все знаете, просто взбудоражили финансовые рынки, что-то растет, что-то падает, поэтому будьте аккуратнее, уменьшайте торговые объемы, чтобы снижать риски, потому что главное это у нас сохранить капитал, а потом уже заработать. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выпуски по понедельникам. Также переходите на мой канал, ссылочка будет в описании, там я каждый понедельник и на неделе периодически выпускаю свои видео о том, как торговать в платформе MetaTrader и как пользоваться моими сигналами. Итак, давайте посмотрим аналитику, досмотрите видео до конца, там обсудим экономические события, на которых можно на этой неделе заработать. Она очень волатильная, очень много новостей, поэтому давайте перейдем к тем сигналам, которые я подготовил вам на эту неделю. Итак, евро-доллар у нас движется вверх к уровню сопротивления, это зеркальный уровень сопротивления, вот на аж 4, его лучше видно. Если у нас рынок в понедельник не откроется гигантским гэпом, не пробьет этот уровень, то можно будет вполне продавать от уровня цены 1.12.90. Вот, далее британский фунт, похожая картина, но уровень чуть подальше находится в районе цены 1.35.68, также можно ставить ордера на продажу от зеркального уровня сопротивления. Доллар канадец движется вниз к уровню поддержки, уровень поддержки такой своеобразный, с сильными ложными пробоями, но все-таки он есть, вот и здесь я рекомендую покупать от уровня 1.26.86, но объем рекомендую снизить, потому что могут быть сильные ложные пробои, ну, не учитывая тем более эту волатильность. Австралийский доллар, значит, находится между двух линий поддержки сопротивления. Если дойдем до уровня сопротивления, то в районе цены 0.7277 можно будет ставить ордера на продажу, а в районе цены 1.071.11 можно будет ставить ордера на покупку. Японская иена сформировала целых три сигнала, значит, здесь наверху у нас уровень сопротивления горизонтальный, вполне себе хороший, в районе цены 116.304 можно будет ставить ордер на продажу, в районе цены 114.565 ордер на покупку, а также есть промежуточный уровень, вот здесь посередине мы видим, это зеркальный уровень поддержки, и он уже подтвердился, кстати, поэтому, скорее всего, еще раз отработает. У цены 115.125 можно будет ставить ордера на покупку. Доллар-франк, оставляю свои предыдущие прогнозы, до которых цена не так и не дошла, значит, это уровень сопротивления, и в районе цены 0.93.25 можно будет продавать, а в районе цены 0.90.98 можно будет покупать. Но также есть еще два сигнальчика, это в районе цены 0.9163, можно будет ставить ордера на покупку, это еще один уровень поддержки. И вот здесь есть уровень сопротивления, но он пока что еще, скажем так, слабый, то есть должна цена немножко вниз опуститься, а потом, когда будет возвращаться, можно будет здесь тоже сформировать сигнал на продажу. Золото выписывало гигантские пируэты. Те, кто любит стратегию импульс-коррекции импульс, здесь, я думаю, хорошо поработали, эта стратегия себя отработала просто шикарно, и в одну сторону, и в другую сторону. Вот, ну, теперь уже смотрим, исходя из текущей ситуации, здесь мы видим, что у нас сформировался еще один уровень сопротивления, в районе цены 1970 можно будет ставить ордера на продажу, вот, а в районе цены 1853 на покупку этот зеркальный уровень поддержки будет. Ну и внизу также сохраняется сигнал по уровню поддержки на покупку, а в районе цены 1800. Немецкий индекс DAX движется к зеркальному уровню сопротивления, думаю, себя может хорошо отработать, в районе цены 14850, ставим ордера на продажу. Значит, индекс S&P 500. Америка начинает восстанавливаться, как любые, собственно говоря, кризисы действуют ей на руку, поэтому прошлый сигнал на продажу здесь хорошо отработал, и есть, что был ложный пробой сильный, но на самом деле, вот, если посмотреть M15, да, цена отбилась, вот она отбилась, тут было 125 пунктов, я мерил. Вот. Поэтому те, кто торговал краткосрочно по моей стратегии, здесь, естественно, заработал, если кто хотел зайти и подождать, то ему пришлось выдержать просадочку хорошую, но теперь S&P взлетает, поэтому, ну, рекомендации на продажу дать не могу, вполне возможно, что сейчас пойдем опять вверх, очень далеко. Бренд нефть, тоже колбаси, тут формируется, похоже на разворотные фигуры, хотя, кто его знает, но если пойдем вниз, значит, в районе цены 86 будет зеркальный уровень поддержки, можем вот сюда покупать, и сохраняется также сигнал на покупку от уровня поддержки, тоже зеркального, 83 доллара. Ну, вот, пока вот такие вот рекомендации. Ну, доллар-рубль глянем, тут особых рекомендаций я не дам, но, думаю, лучше воздержаться каких-то покупок-продаж. Если все-таки хотите войти в сделку долгосрочно, то, конечно же, лучше покупать, потому что рубль, хоть сейчас немножко корректируется вниз, ну, доллар-рубль, да, и некоторые мне звонят, спрашивают там, что вот рубль вернется ли к значениям в прежнем. Может, краткосрочно, да, но считаю, что на долгосрок, скорее всего, он будет дешеветь, курс доллар-рубль будет расти, как, собственно говоря, и после других кризисных ситуаций в России, рубль всегда падает, к сожалению, это так, но поэтому рассчитывать на то, что он быстро восстановится, я бы не стал. Вот такие вот сигнальчики. Значит, давайте посмотрим экономический календарь на следующей неделе. В понедельник там, в принципе, тишина по новостям. Во вторник решение по процентной ставке в Австралии, ВВП по Канаде, в среду ВВП по Австралии, ну, за исключением там выступлений всех президентов, да, понятно, что рынок будет колбасить немножко. Вот решение по процентной ставке в Канаде, планируется повышение, если это будет, то канадский доллар укрепится, скорее всего, поэтому наблюдаем за этой новостью. Ну и также, конечно же, в пятницу долгожданный нонфарм, и хотя из дней небольшой здесь, я все-таки рекомендую быть внимательными. Общая повышенная волатильность на рынках может спровоцировать сильные движения, мы знаем, что нонфарм это очень сильная новость. Вот такие вот рекомендации на эту неделю. Подписывайтесь на канал. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.